Всем здравствуйте! Сегодня я захотела рассказать вам о бракаровских ароматах природы в своей коллекции. У меня их всего 5 из линейки, которая представлена около 10 ароматами. Я начну в той технологии, в которой ароматы появлялись у меня. Я считаю, что они недооценены и при всей своей простоте, наивности и легкости звучания они не так просты, как кажутся. Эта линейка разрабатывалась и разрабатывается до сих пор, потому что появляются новые ароматы в линейке бракаром с привлечением европейских парфюмеров. Эта линейка пропитана ароматами российской, родной, любимой, нежной, теплой дачной природы. И я знаю, что многие используют их в качестве room spray, в качестве ароматов для дома, интерьерных ароматов. Но большинство из тех, которые вы сегодня увидите, я наношу на себя и с наслаждением ношу их как дома, так и на улице. Начнем мы сегодня с аромата 21 года выпуска туалетная вода, сирень после дождя. У меня он уже с 21 года, тогда когда это явился, настоялся, стал стойким. Его пирамида не изменилась того времени. Группа цветочные. Цветок миндаля, бергамот, сирень, ландыш, жасмин, роза, гелиотроп, мед, ваниль. Для меня это самая натуралистичная фиолетовая влажная сирень. Представляется грозовые майские раскаты, влажный сад, распахнутое окно после дождя, после того, как стих ливень, прошла гроза, и в комнату, в дачную террасу, может быть, пахнуло сиренью. Роскошный, фиолетовый, переспевший, намоченный сиренью. Очень атмосферный, майский, чудесный, теплый, ностальгический аромат. Люблю и ношу в мае и июне. Следующая туалетная вода, которая у меня появилась, тюльпан и мимоза 2018 года. Лист банана, черный чай, танжерин, тюльпан, мимоза, орхидея, кокос, мускус. Семейство альфакторное, цветочно-зеленое. И этот аромат, безусловно, аромат 8 марта. И это праздничный, очень теплый, нежный аромат из детства. Здесь я также вижу, при нанесении, когда я его слышу, например, оранжерею сочинскую или оранжерею где-нибудь в каком-нибудь, может быть, в Гаграх. Тут есть и банановый лист, тут есть и мимоза, и тюльпан. Это какие-то тропические цветы, растения. Февральский, чуть теплый, первый весной пахнущий ветерок с моря. Очень приятный, нежный, средней стойкости аромат, который я тоже люблю носить весной. А как аромат для дома, он вообще чудесен. После нанесения на занавески вся квартира просто благоухает мартом. Следующий аромат, который я люблю и ношу, это июльский для меня аромат черная смородина и мята. 2017 года цветочно-фруктовое семейство. Ну, здесь черная смородина, мята, зеленые ноты, красные ноты, мускус и роза. Я слышу здесь две, рисуются в моем воображении две картинки. Первая картинка – это сбор ягод в июле. Это действительно самая натуралистичная, не индольная, сладкая, с кислинкой черная смородина со смородиновым листом. То есть это представляем себе, как мы идем вдоль кустов смородины, собираем, может быть, в алюминиевую кружку. Опять картинка из детства. Пробуем переспелые с кислинкой ягоды и такой терпкий, узнаваемый вкус на языке остается. Прямо при прослушивании этого аромата буквально ощущение того, что ты ешь как минимум смородину, а может быть, даже вот смородиновое варенье. Сейчас, когда свежей смородины нет, есть только замороженные. Аромат вообще любимейший мною из всей линейки. Я его люблю носить просто на ночь, как успокоитель. Аромат немного сладковатый такой, напоминает либо варенье, либо саму чистую ягоду. И у него очень приятная база. В базе остается такая сладость, медовость, может быть, чуть розовость. И очень хорошо держится с вечера до утра. Он остается таким ароматным смородиновым облачком. Обожаю этот аромат. Еще аромат, который вышел буквально в 23-м году и был для меня прекрасным потрясением и чудесной парфюмерной находкой. Флоксы – это липовый цвет и флоксы. Два этих цветка, мне кажется, цветут в разное время. Липовый цвет – это июнь, если я не ошибаюсь. Может быть, середина июня ближе к концу. А флоксы – это все-таки июль. Но, тем не менее, парфюмер совместил эти ароматы в одном. И для меня здесь более слышны флоксы. Я очень люблю флоксы как цветы. Это, конечно, детство, палисадник, дача, пик лета, каникулы, свобода, красота. Книги, которые читаются, романы в упоении в этом палисаднике или на качелях, или на скамейке. И флоксы я искала очень долго в парфюмерии. И вот неожиданно бюджетные, чудесные, очень правдивые, очень нежные подмосковные флоксы. Липовый цвет и флоксы. А липа здесь слышна. Я бы даже сказала, что липы мне больше в тюльпанах и мимозе, чем в липовом цвете. Но, тем не менее, если прислушаться, ее различить можно. Аромат новый, рекомендую. О нем уже снимали, но он просто меня очаровал. Тоже вечером обожаю его наносить перед сном. И самый праздничный аромат сегодня, тоже из последних в линейке. Это ландыш и кукушкин цвет. У него тоже 23 года. У него не такая богатая пирамида. Здесь, значит, заявлены ландыш, фрейзия, жасмин, подснежник, цикламен, кислец и мускус. Но я считаю, что это самый чистый, свежий, с зеленью, опять же, скорее всего, после росы или дождя. Ландыш. Ландыш на поляне. Ландыш не садовый, а такой настоящий лесной. И этот аромат мне напоминает аромат, о котором я рассказывала в предыдущем выпуске. Ландыш серебристый от Новой Зари. Для меня практически близнецы. То есть для меня это моноаромат ландыша с зеленой такой своей листвой и стебелечками. Очаровательный, милый, неиндольный, со средней стойкостью 2-3 часа. Что чудесно для туалетной воды такого бюджетного сегмента. Расскажите мне, любите ли вы эту линейку ароматы природы. Поделитесь своими любимыми, если они у вас есть. И я еще хотела сказать, что был у меня шестой бракар из этой линейки, посвященный томатной ботве. Он тоже очень интересный. Этот запах был связан с теплицей, опять же, летними каникулами, чудесными помидорками, которые зреют на грядке. И открывается дверь парника и ретеплицей, и оттуда доносится в теплыми волнами аромат ботвы томатов. Но с этим ароматом я рассталась, я его подарила, но тоже обращаю внимание ваше на него. Он очень достойный из этой линейки, очень милый, очень родной, теплый. И буду рада услышать от вас, что вы думаете об бракаре вообще и об этих ароматах в частности. Всем чудесного весеннего дня. С вами была Юлия Давыдова. До свидания.